Это Лариса Безвербная, учредитель благотворительного фонда «Подари подарок». И она расскажет нам, как мы можем выстроить волонтерское сообщество, партнерские связи внутри этого сообщества и обратить все это дело во благо фандрайзинга. Лариса, добрый день, предоставляю вам. Коллеги, всех приветствую. Андрей, подтверди, что меня хорошо слышно? Да, отлично, слышно, видно, все окей. Да, отлично. И я сейчас еще сразу попробую вывести короткую презентацию на экран. Скажу, видно ли вам мою презентацию? Все супер, отлично. Хорошо, друзья, всех приветствую. Искренне рада быть с вами. И так же искренне, как мои коллеги по клубу фандрайзеров, хочу поделиться опытом нашей организации. И это, знаете, примерно то же самое ощущение, как у Насти было, что если я не буду вкладываться в свой бренд, моя организация не выживет. Вот у меня скорее история, что если мы не будем вкладываться в сообщество, то действительно путь наш будет совсем другим. Сейчас, не знаю, наблюдайте ли вы, но я думаю, что мы все это очень чувствуем, что такое время, когда люди склонны отказываться от всего, что не близко к сердцу, от всего, что не критично важно. И действительно, если ты хочешь сохранять отношения с своим донором, ты хочешь сохранять отношения вообще с своим сообществом, тебе нужно максимально устанавливать вот эти человеческие личные связи. Ну, то есть история, мы просто собираем на Васю, он болен тем-то, дайте денег, это прям история, уходящая все дальше и дальше в прошлый век. Вот, поэтому, собственно, делюсь практикой построения сообщества. Сразу хочу сказать немножечко о нашем фонде, потому что, в принципе, в самой сердцевине того, что мы делаем, лежит идея создания сообществ, сообществ взаимопомощи. И, как бы, если коротко сказать, как бы, нашу миссию, мы создаем сообщество взаимопомощи в разных городах России, вот, и, в принципе, работаем с нашими подопечными в концепции помогать людям так, чтобы они начинали помогать другим. Если кратко вам это продемонстрировать на такой вот наглядной схеме, то это примерно вот так. То есть мы берем людей, которые по объективной причине оказались в сложной жизненной ситуации, они, естественно, проходят проверку, как в любом фонде, вот, к каждому человеку, которому мы помогаем, представляется волонтер, который заботится о нем, который выясняет потребности этой семьи, выясняет, что именно нужно. После этого истории семьи попадают на наш сайт подариподарок.орг, и, соответственно, мы это привязываем к конкретным акциям. На этом этапе вовлекается как раз большое количество дарителей, которые заходят на сайт, и они прям могут выбирать из разных регионов. В целом у нас 35 регионов в работе сейчас. Выбирать из регионов, где они хотят помочь людям, выбирать семью, и, соответственно, там еще фишка большая в том, что можно помочь не только переводом денег на конкретную семью, но и прям бронируя конкретные потребности того, что семье нужно. От пакета гречки до средств реабилитации. И как бы идея, что любой человек может как бы помочь. Вот, но это только первый этап, потому что наша идея как раз-таки не как бы когда одни дают, а другие все время берут. А это история, когда семьям в наиболее кризисный момент помогают тем, что необходимо. Параллельно с этим с ними работают психологи фонда, юрист фонда, если это нужно, чтобы, в принципе, помочь людям выйти в ресурсное состояние. И вот очень большая часть нашей концепции, что мы предлагаем своим подопечным также становиться участниками нашего сообщества взаимопомощи. У нас очень широкая линейка разных видов волонтерства с такой как раз целью, чтобы прям каждый человек мог найти себя и найти себя в том, что откликается именно ему. Ну вот, например, сейчас у нас именно для подопечных семей самый востребованный тип волонтерства – это как раз-таки работа с другими семьями. Они проходят у нас обучение, естественно, перед этим проходят правднику наставничества и после этого становятся волонтерами других семей. Среди вот тех, кто у нас работает с семьями, 65% высших подопечных. Но в то же время, как я сказала, формируя сообщество взаимопомощи, это с одной стороны люди, которые получили помощь и передают ее дальше, а с другой стороны к этому присоединяется большое количество вполне успешных людей, которые просто приходят сюда за смыслами, за протраченной благотворительностью, за сообществом, за ощущением, что я могу вообще хоть что-то изменить. И они, собственно, тоже выбирают те типы волонтерства, которые им интересны. Ну, например, у нас есть отдельный тип волонтерства – это интеллектуальное волонтерство, ударная группа, на которой у меня прям большое количество, ну, в принципе, топ-менеджеров разных компаний, HR-директоров. Прям это супервостребованная тема у меня как раз для руководителей по маркетингу, как бы специалистов HR-спектра. Вот с ними мы как бы в фасилитационном режиме встречаемся каждые две недели и вместе штормим вообще все, что происходит в фонде. То есть там мероприятия, которые мы сейчас будем делать, акции. И, соответственно, для меня это бесценная просто история, потому что, ну, лучшие люди вкладывают со своими мозгами. И мы, естественно, в итоге создаем там тот продукт, который для многих интересен. И более того, они еще берут и сами его несут в свои же компании, где они работают, предлагая у себя. Вот, это просто как вариант. Соответственно, еще раз кратко, то, что мы делаем, помогаем людям так, чтобы они начинали помогать другим. И если делиться уже прям, получается, разбирать эту историю, как это получается на прям такие шаги, что нужно сделать, чтобы сообщество, в принципе, начало у вас возникать. Потому что часто как бы действительно есть команда в фонде, которая работает нон-стоп. И, по сути, как бы эти 5-6 человек, они как бы тянут все. И иногда и вообще там руководитель фонда в единственном лице. Вот. А здесь получается вот эта вот история и нашего продвижения, того, что происходит, она прям разделена на очень большое количество людей. Вот. И, соответственно, как построить это, как бы, чтобы это работало, я вот поделюсь сейчас несколькими, ну, условно говоря, секретами того, что делаем мы. Первое и главное, на самом деле, как обычно, если хочешь строить кораблик, чтобы он плыл, естественно, нужна как бы схема кораблика, да, и, понятно, его система. Соответственно, действительно, сначала вам нужно прописать, как минимум, как бы структуру и систему того, что вы предлагаете, и того, по какому пути будет идти человек, попадая к вам в организацию. И в серии он говорит, я хочу к вам присоединиться, окей, ну, присоединяйтесь. И как бы, и что дальше? Вот я, например, уже упомянула, что у меня три основных аудитории в фонде. Одна – это наша подопечная, которой многие из них становятся волонтерами. Другая – это люди, которые изначально пришли к нам в качестве доноров, дарителей, и, в принципе, тоже части из них становятся волонтерами. И, собственно, волонтеры – это как такое объединяющее все всех. В итоге все становятся волонтерами. И, соответственно, должен быть прописан путь. Вот, например, если говорить про мои подопечные семьи, их путь в волонтерство какой? Они подают нам заявку, мы ее верифицируем, проверяем, с ним общается наш куратор первоначально. Мы сразу на нашем сайте, везде написана наша концепция, что мы про сообщество взаимопомощи, что у нас вот такая философия, что мы просто в это искренне верим. Потом, когда с ними общаются волонтеры, опять-таки, они выясняют их потребности, выясняют ситуацию, и заодно, в том числе, прямо в вопросах там есть, соответственно, хотите ли вы присоединиться, чем вы хотите помогать. Многие из этих волонтеров рассказывают свои личные истории. Вот вы знаете, вот я так же, как и вы, собственно, был подопечным. Вот здесь еще важный, конечно, момент, что у нас не стоит из серии, ну, это как обязательно входящий фильтр из серии «Не хочешь волонтерить? Мы не будем тебе помогать». Такого, конечно, нет. Мы говорим, что это та штука, в которую мы верим, и ваш выбор, хотите присоединяйтесь, хотите нет. На текущий момент у нас вот наша личная статистика 25% тех, кто к нам пришел как благополучателей, которые в итоге стали участниками сообщества. Вот, и, соответственно, потом семья попадает в нашу акцию. Как правило, у нас получается достаточно хорошо решать ее проблемы, и на этом моменте, получается, семья сталкивается с большим количеством обратной связи с нашей стороны. То есть, во-первых, она все время в контакте с своим волонтером, это личное общение, в контакте с нашими кураторами. Потом мы же ее сразу зовем на мероприятие фонда. У нас есть офлайн и онлайн, и так как сейчас очень много региональных городов, то, естественно, мы делаем онлайн мероприятия регулярные. В частности, у нас отдельно есть группа волонтеров-артистов фонда, и вот на вот эти вот онлайн мероприятия мы регулярно устраиваем всякие интересные встречи, ну, там, не знаю, концерт, солистки Большого театра, ну, например. Естественно, это суперинтересно прийти на эту онлайн-встречу как бы разным семьям из регионов. Это могут быть и совершенно другие вещи. И, соответственно, за время, пока они как бы в процессе нашей акции получают от нас помощь, они уже проникаются нашим, так сказать, духом, атмосферой. Естественно, в самом начале мы делаем еще с ними общую встречу с подопечными, где выступаю я, выступает куратор волонтерского сообщества, выступает несколько человек, которые были нашими подопечными, теперь стали активными волонтерами. Всегда это заканчивается какой-то небольшой такой развлекательной концертной частью. Ну, то есть люди понимают, что вообще происходит. Вот. И, соответственно, после этого им предлагается анкета волонтерская, которую они заполняют и выбирают прям те направления, которые им интересны. После чего с ними связывается куратор, передают их куратору соответствующего направления, и, соответственно, человек вовлекается. Если говорить про волонтеров семей, то они вовлекаются там в онлайн-обучение, потом в работу с наставником. Это вот путь, прям я рассказала вам, для подопечных. Путь для тех, кто пришел, соответственно, изначально как даритель, он, конечно, немножко другой. Но по факту это такая же история. У нас есть как бы точки входа контакта. Например, люди приходят к нам на праздник приема подарков как дарители. Естественно, там они видят кучу волонтеров, кучу праздников, кучу мероприятий разных зон активности на местах. То есть тут им мастер-класс проведут, тут им волонтер ФАЯ, там наш волонтер-шеф-повар, собственно, который готовит супер вкусно, их накормит. Ну, то есть они сразу попадают в среду, в атмосферу, в которой круто, тепло и в которой хочется стать участником. После чего им опять-таки предлагается заполнить анкету, выбрать направление, присоединиться. Вот такая же история, соответственно, с нашими партнерами, которые мы продвигаем на уровне компаний. Люди вовлекаются в акции, потом предлагаем сделать лекцию по позитивному волонтерству. И, соответственно, в ходе этой лекции уже компании рассказываем, как люди могут почувствовать себя нужным и проявить себя. Соответственно, вот таким образом вы, получается, собрали, ну, как бы, пул тех, кто, в принципе, хочет волонтерить. Потом, соответственно, следующие важные вещи, чтобы это все не сдохло очень быстро, потому что, естественно, как супер правильно сказала Даша, человек сначала горит, потом, если ты его не подогреваешь, он потухает. Поэтому должна быть система регулярного чувства, как бы, этого подогревания, условно говоря. Здесь первое вообще и главное, человек реально должен чувствовать, что он действительно тут нужен, что от него действительно что-то зависит. Вот. И поэтому, как бы, история, которую мы прям проповедуем, максимальное прислушивание к тому, что, как бы, максимальное вовлечение всех во всю нашу деятельность. Как я говорила, у нас, например, регулярные акции адресной помощи. И когда мы проводим эти акции адресной помощи, мы реально в начале каждой акции сначала проводим сессию фасцилитационных таких вот встреч-стормингов, где мы вместе, как бы, думаем вообще, про что мы будем говорить, как это будет выглядеть. То есть это маленькая ударная группа. Потом мы штормим, например, слоган. Вот простая тема. Слоган весенней акции. Мы обязательно делаем форму опросника и рассылаем ее вообще, ну, как бы, во всех наших соцсетях, нашим дарителям, нашим волонтерам. Это простая штука, но люди, участвуя, выбирая у слогана нужный слоган, они уже чувствуют свою приобщенность к тому, что мы тут делаем. Естественно, когда мы им потом, после этого скажем, ребята, у нас запустилась весенняя акция, люди уже чувствуют, ну, я тут уже поучаствовала, поддержу в чем-нибудь следующем. Вот, соответственно, когда это весенняя, как бы, следующий этап, ну, просто я, например, конкретная акция, это дело, мы придумываем кучу разных активностей, которые люди легко могут лично присоединиться и получается рассказывать о нас, как бы, через, как бы, свои контакты. Поэтому мы регулярно штормим самые разные слушмобы. У нас в каждую акцию несколько слушмобов, которые мы придумываем, там, ну, из серии там и поделись, там, не знаю, школьная какая-нибудь там, все там вставляют себя в школьной форуме, делюсь своим детством, чтобы детство наступило вот у детей, соответственно, фонда, которому я помогаю, ну, как пример. Их вообще очень много разных у нас, слышмобов. Или делаем, знаете, специальные такие значки, рамочки, и, соответственно, наши сторонники ставят себе на аватарке эти рамочки и, соответственно, тоже амбассадорят. Или даже там, не знаю, наклейки вот у нас хорошо шли, наклейки на почтовый ящик, типа, там, я запускаю, что там у нас последнее было. Ну, из серии, что соседи, там, запустим круговорот добра, и наш сайт, он просто клеится на почтовый ящик, и люди просто, ну, как бы, открывают почты, видят, что у кого-то из соседей это прилеплено, как минимум, видят наш сайт. Вот, ну, то есть, вот очень много таких вот активностей мы регулярно изобретаем. Соответственно, естественно, мы очень активно стараемся развивать тему волонтерского фандрайзинга. когда прям вот у нас большое количество семей, которые участвуют в акции, и участникам нашего сообщества предлагается просто выбрать семью, которая ему откликается, и рассказать о ней в своих соцсетях. Вот, естественно, как бы там по-разному у каждого получается, но как бы достаточно много у нас, как бы таких ресурсных волонтеров, которые закрывают абсолютно эти семьи. Вот, а потом, соответственно, история наша очень-очень такая важная, что мы максимально пытаемся понять в нашем сообществе, у кого какие таланты, и максимально стараемся не мешать человеку их проявить для нашей пользы. Вот, для этого в том числе, соответственно, и как бы вот эти наши встречи регулярно проходят, где люди сами предлагают свои инициативы. Вот, ну, как бы вот из серии, здесь как пример, тут поэзия как фандрайзинг, это поэтическое у нас сообщество есть, и продвижение как бы через это. Это вот у нас есть там, причем дочка нашей подопечной, она в стриминговом сообществе. И так получилось, что она привлекла, например, большое количество топовых стримеров, которые стримили онлайн-игры в нашу поддержку, и, ну, соответственно, мы на них помогали семьям. Вот, честно, я бы, мне в голову бы никогда такое не пришло, что типа через стримеров можно делать такие крутые истории. Мы вот, например, в одной из акций так собрали сколько, больше полумиллиона рублей. Вот. Или вот история прям, не знаю, недавних наших активностей. У нас было большое мероприятие в Москве на очень крутой площадке «Центральный рынок». Опять-таки, это просто наш волонтер, у которого есть корнер на этом «Центральном рынке», предложила как бы идею, ну, соответственно, маркетингу, и все, пожалуйста, мы идем и делаем это, ну, как бы закрываем эту площадку. Ну, то есть, и получается, так как волонтеры самые разные, выходы у них самые разные, соответственно, у фонда появляются тоже возможности выхода очень много куда. Вот. Следующая история суперважная, чтобы вот эта химия вся происходила, реально должны быть горизонтальные связи внутри. Соответственно, чтобы они появлялись, онлайн мероприятия, ну, это классно, но все равно химия не та, хоть-хоть и тоже есть. И поэтому прям регулярный график план мероприятий разных-разных ивентов, где люди могут встречаться. Причем тоже с учетом того, что аудитория разная, с одной стороны, мы все одно сообщество, с другой стороны, нам надо понимать, что, естественно, у всех интересы-то разные. И поэтому это точно должны быть разные мероприятия. Ну, то есть, все ли не концерты, мы там все время только делаем, да, а вот разные вещи. Вот я как раз пример приведу. Вот у нас, например, один из волонтеров нашего фонда творческих солист группы «Премьер-министр». Соответственно, с ним мы там прям несколько мероприятий провели, бранч-концерт для нашего сообщества, где, соответственно, люди приходили, и параллельно это было общение с Сергеем, за возможность задать ему любые вопросы. То есть, вот этот классный формат, но на него как бы реально аудиторию дарителей он в большей степени очень интересовал. Да, и важный момент. Мы вот эти наши мероприятия, это не только фонд в них все время инвестирует, большую часть из них мы стараемся сделать либо как минимум самоокупаемыми, либо на них еще заработать. Ну, например, естественно, на бранч-концерте Сергея Димончика там был билет, там еще была коллаборация с рестораном, был очень вкусный такой сет. То есть, естественно, это была история как бы и объединения сообщества, и в то же время фондрайзинга. Есть мероприятия, на которых мы не делаем их фондрайзинговыми. Вот, например, одно из мероприятий там весеннее, куда вы видите вот на этой фотографии, что здесь люди тут самых разных. Тут очень много наших подопечных, вот мамочки с детками, с колясками, вот здесь и наши дарители, и как бы все разом. Но при этом это мероприятие полностью собирается за счет, опять-таки, волонтерских же ресурсов. У нас есть в фонде волонтеры-флористы, которые проформляют все, у нас есть в фонде волонтеры-артисты, которые там бесплатно поют, да, у нас есть в фонде волонтеры-кулинары, которые на это все готовят. И то есть в итоге собирается как бы классная такая история, где все чувствуют себя приобщенными, вот. И вот, например, опять-таки, про ценность того, что мы даем, для меня один из таких, знаете, самых важных фидбэков от наших мам вот с детками с инвалидностью. Когда я как-то я решила спросить, а что вам вообще дало, то, что вы вовлеклись, они говорят, знаешь, я чувствовала себя раньше вот просто приложением к своему ребенку, что вся моя жизнь это вот вокруг его болезни, вокруг него. А тут я вдруг, во-первых, почувствовала, что я это я, что я тут нужна, что через меня кому-то помощь приходит. Я встретила таких людей, которых я бы в жизни не встретила в своем окружении. Вот. И вообще я сейчас думаю, соответственно, как бы вот уже тут я стала куратором волонтеров, а вот я уже вообще думаю сейчас в своем городе вот эту тему развивать. Вот это, собственно, то, ради чего вообще мы все это делаем. Вот. Соответственно, я вам говорила про необходимость этих регулярных мероприятий. Ну, собственно, тут вот разные-разные форматы. А вот, например, как пример мероприятия для сегмента наших волонтеров, в том числе доноров, топовых доноров. Вот у нас буквально вчера-позавчера была история стратегической сессии фонда по работе с дарителями. Это уже небольшой круг, где мы прям собрали наших таких значимых доноров, где позвали фасилитатора. И реально люди своими большими бизнесами нашли в будний день, два дня с утра до вечера с нами штормили, и всем было от этого классно. Ну, то есть реально, естественно, эти люди выходят вообще совершенно с другим чувством, что это не просто фонд, куда они деньги нанесут, а где они вот своими мозгами, своими руками участвуют. Вот, и, соответственно, вот от этой вот коллаборации внутри сейчас хочу еще перейти к коллаборации с, кстати, возможно, именно с вами, потому что мы коллаборируемся и дружим с другими фондами. То есть для нас прям очень важна такая наша философия, что мы не такое сообщество само в себе, такой приятный, комфортный фонд, да, а мы, как бы, объединяясь с другими, мы делаем многое вместе. Вот, например, тут на этих фотках, вот я рядом там с руководителем фонда единения, которые помогают ребятам с аутизмом, бывшим учредителем фонда помощь, вот, и это как раз мое предложение, в том числе к тем, кто присутствует сейчас, слушает эту лекцию. Собственно, как мы можем взаимодействовать лично с вами? Во-первых, у вас есть, соответственно, подопечные, которым вы помогаете по своему профилю, ну, я не знаю, например, также мы там подопечным дому с маяком помогали, да, соответственно, а как они по своему профилю, а в то же время эти семьи часто являются подходящими под наши критерии. Сейчас еще раз проговорю, кому мы помогаем. Мы помогаем людям, которые по объективным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. То есть это не алкоголь, не наркомания, это взрослые дети с инвалидностью, которая не позволяет родителям, соответственно, взрослому работать. Это мама-одиночка с детьми до трех лет. Это люди, пережившие чрезвычайные ситуации, одинокие пенсионеры. Ну, это аудитория, которым мы помогаем. И, соответственно, мы коллаборируемся с другими фондами часто тем, что, соответственно, они рассказывают о нас, в том числе своим подопечным, и в то же время советуют нам из их, как бы они знают, кому они помогают, тех, кто подходит под наши критерии и под фильтр общей адекватности. И, соответственно, мы готовы принимать их в свои акции адресной помощи, в свою программу. Вот, и, по сути, мы для них становимся таким дополнительным ресурсом привлечения, как бы, помощи их семьям. Вот, при этом мы свои акции делаем достаточно мошкарно, подтягиваем сюда и федеральные СМИ, и разные, поэтому, получается, для региональных фондов это там в том числе, получается, ну, дополнительный источник. В то же время, соответственно, в чем наш интерес здесь? Ну, с одной стороны, того, что мы действительно хотим помогать людям, которые адекватны и по объективным причинам в сложной ситуации, и когда мы коллаборируемся с другими фондами, для нас выше шанс, что мы действительно, как бы, ну, это больше уровень проверенности этой семьи, да, поэтому здесь в этом есть интерес. А с другой стороны, как я говорила, наша миссия – это развивать сообщество взаимопомощи в разных регионах России. И наиболее эффективная коллаборация у нас получается, когда мы прям тесно дружим с региональным фондом, соответственно, они там часто выделяют своего представителя. Например, иногда это активный волонтер этого фонда, которого мы обучаем работать по нашей технологии, и получается фонд становится в том числе, как бы, ну, и нашего подхода амбассадором в своих регионах. Вот. То есть получается, что у нас появляется партнер в регионе, через которого мы в лучшей степени проверяем имеющиеся семьи, и вокруг которого мы наращиваем вот это сообщество, да, а с другой стороны у вас получается дополнительный ресурс, соответственно, там наша платформа «Подари подарок.орг», через которую мы как бы оказываем всю эту помощь. Кстати, про платформу я вам сейчас, наверное, подробнее даже покажу. У нас еще есть пять минут, я смотрю. Вот смотрите, как это выглядит. Собственно, это наш сайт. Вот. Вот это семьи из разных регионов. Соответственно, человек может сюда зайти, выбрать вот регион, где он хочет помогать, кому он хочет помогать. И вот, собственно, там карточки семей, ну, условно говоря, выглядит вот так. Краткая история, там процент сбора. Вот с каждой карточки можно задать вопрос и пообщаться с волонтером семьи. Вот. Можно помочь деньгами в нашей системе, соответственно, мы видим, на какую семью что переведено и помогаем под ее потребность. Или можно помочь вот конкретными потребностями. Вот вы видите, например, вот в семье нужен солофальк, даритель еще пока не найден, можно положить в корзину, забронировать, соответственно, привезти к нам на склад или через волонтера, связавшись в город проживание семьи. А вот, например, то, что зеленым, это значит, дарители уже найдены. Вот. Ну, соответственно, вот получается, возможность помогать там вашим семьям, в том числе, через наши акции, через наши ресурсы, а нам развиваться у вас в коллаборации с вами в ваших регионах, это и есть возможность такого взаимовыгодной истории, который, соответственно, всем, кому это откликается, готовы подробнее обсуждать. Вот. И, пожалуй, завершая, вот я еще раз, ссылка на наш сайт, это ссылка, это мои личные контакты, соответственно, вы можете сейчас записать, ну и, соответственно, если есть заинтересованность, пишите, звоните, обсудим. Вот. Спасибо, друзья. Если у кого-то есть вопросы, уточнения, задавайте. Спасибо большое, Лариса, за подробные, очень классные выступления, а коллеги, не стесняемся, пишем вопросики, и как раз мы несколько можем еще успеть обсудить. у меня такой полу-вопрос, полу-утверждение. Я правильно понял, Лариса, из твоего выступления, что очень важен именно волонтерам и в сообществе понятный путь, как мы можем развиваться, да, если мы хотим помогать организации, если мы приходим волонтерить, в том числе на примере, да, видеть, вот. Ты можешь, пожалуйста, рассказать какой-нибудь еще такой примерчик? Можно, не знаю, можно с именами, можно без, когда человек приходил просто там, может, даже думал, что поможет один день там или один раз, а потом, например, становился амбассадором или как-то. На самом деле, у нас много таких примеров, вот, особенно, например, одна из наших суперактивных волонтеров, интеллектуальных волонтеров, просто таких нас продвигающих, она в маркетинге работает очень крупной компанией, и, собственно, это была ее семья, которую она просто лично знала, и я говорю, ну, давай ты будешь там волонтером из своей семьи, она говорит, хорошо, разово я присоединюсь вот на эту историю, но потом больше не. Естественно, как бы, а когда человек уже присоединился, когда он познакомился, когда сходил на наше мероприятие, когда вовлекся вот в это наше интеллектуальное волонтерство, собственно, она говорит, никуда от вас уже не денешься, просто деваться, потому что не хочется. А если говорить про, как бы, вот именно вот этот понятный путь, то, например, сейчас по волонтерам, которые работают с семьями, у нас, как бы, такая есть история, о которой мы, когда встречаемся, прям рассказываем, вот, ты можешь стать волонтером семьи, соответственно, ты будешь тем проводником, через которого прям приходит помощь к другим, да, потом у нас есть такой карьерный, условно говоря, рост, что кто очень хорошо, ну, как бы, вот это, курируют свои семьи, они становятся кураторами других семей, уже таким, соответственно, наставниками, да, некоторые уже подросли до того, что они уже в своих регионах стали лидерами, соответственно, развивают вот эту всю историю, у нас, говорят, в Воронеже, в Липецке такая очень яркая история, то есть вот так вот примерно выглядит этот путь. Спасибо большое, мне кажется, это очень важно, в принципе, и для команды, НКО и для руководителя, для каждого из нас, какой путь видеть, прописать себе, представить его хотя бы. Такая мысль. Спасибо большое, Лариса.